Здравствуйте, дорогие друзья! В виртуальной студии нахожусь Алексей Орлов, Михаил Ять. С вами Народное славянское радио. Здрав, будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую коварную тему в очередной раз ты подсунул? Ну, зачем ты так сразу читаешь мои мысли и раскрываешь все карты? Я все-таки считаю, что эта тема не коварная, а она навеянная суровой правдой жизни. Вот иногда бывает муж, как говорится, насолил чем-то жене. Или наоборот, жена не готовила вкусный обед мужу. И приходят такие, закрадываются в голову, такие вот почти полусвятые мысли. А где бы все-таки вот найти-то более такой вот соответствующую высокодуховным божественным законам Рита жену? Ну, или говоря по-русски более простым вариантом, для тех, кто не понял, где мне найти новую жену-девственницу? Ну, или, соответственно, если мы будем эту ситуацию рассматривать с женской стороны, с женского взгляда, то, соответственно, где мне найти нового мужа-девственника? Вот давай на эту такую простую и легкую тему и поговорим. В общем, затронем самцов и самочек, которые извращенцы. У которых с первого раза почему-то создать Минный Союз не получилось. Ну, хорошо, давай только так это, я вернусь к тому вступлению, которое ты произнес, и чуть-чуть обращу свое внимание, а может быть и внимание тех, кто нас слушает и смотрит, на то, что, на мой взгляд, является нестыковкой. Причем здесь девственница и причем здесь покормила. Ведь девственница или девственник – это не тот, который умеет готовить. Это не хозяин или хозяйка на кухне, не шеф-повар в ресторане. Это тот, который, или так, которые сберегли чистоту крови, которые стремятся к тому, чтобы род, который они будут продолжать, был чист. Потому что ты произнес законы Рита, и законы Рита означают законы о чистоте крови. Вот так это переводится. И питание, на мой взгляд, это, конечно, очень важно, очень хорошо и классно, но все-таки это не законы Рита. Вот видишь, какой ты все-таки, не могу сказать, коварный, какой ты все-таки внимательно слушающий, всеобъемлющий, понимающий проблему, вот, соавтор этой программы. Действительно, это, как бы, можно сказать, не я ступил, а вот это такой определенный был заковыристый ход. Но если, как бы, без шуток, то на самом деле есть фраза «Было бы желание, а повод найдется». На какой почве поссориться, разбежаться, то есть убежать от проблем, этих поводов может быть большое количество. А вот эту тему все-таки я решил затронуть вот именно по такой причине, когда люди, которые считают, что вот другие, там, моя половинка предыдущая плохая, поэтому, соответственно, вот у меня с ней не сложилось, там, с первого, там, с второго, с третьего раза, потому что обычно вот это бывает не в 18 лет, вот такие вот вопросы какие-то в современном обществе я слышу от мужчин, от женщин, а уже когда им так поболе, и когда уже сами-то они уже, как бы, и не соответствуют вот этому требованию, которое они предъявляют к будущему спутнику их семейного союза. И получается, если мы дальше будем разбираться, сейчас подключу простую математику, и, простите, ну как это будет не обидно там звучать, это всё-таки разбор этой передачи для того, чтобы кого-то там обидеть, а к тому, чтобы мы задумались, что когда мы сами поступаем не так, как хотели бы, чтобы поступали с нами, то в итоге, скорее всего, ничего хорошего из этого не получится. И теперь конкретно поясню. То есть у нас была с Алексеем передача, название сейчас точно не помню, но если она будет, я как бы найду на неё ссылку и разместим под этим роликом, под оплёкой которой был вопрос женщины, где она написала нам очень так жёстко, что вы занимаетесь ерундой, разбираете какие-то неполезные, ненужные темы, а на самом деле в России 10 миллионов женщин, которым вообще нету пары мужчины, то есть не найти. И получается, по её словам было, что женщин рождается очень много, а мужчин практически очень мало. Когда мы подняли статистику Росстата, то оказалось, даже на первоначальном этапе мальчиков рождается чуть больше, чем девочек. Но в процессе роста, так как мужчины, ну мальчики там более любознательны, лезут куда не надо, на определённом этапе полового созревания количество мальчиков и девочек сравнивается. Ну а теперь уже простое математическое действие. То есть мальчики и девочки подросли, пришла им пора создавать семью, и вот у нас есть 10 мальчиков и 10 девочек, которые вот росли, вот соответствуя с законом Рита. И вот они решили создать семью. И с первого раза по какой-то причине у них не получилось. Ну и вот теперь как бы вопрос на засыпку, а где им собственно найти на вторую попытку, вот тем, которые будут соответствовать. Мне кажется, если мы так вот здраво подумаем, то всё-таки может начать нам себя, и вот это уже разумное, доброе, вечное прививать нашим детям, нашим внукам. Если мы вот в то время, когда нужно было проявлять мудрость, её по каким-то причинам проявить не смогли. Ну вот как-то так. Начать с себя — это что, сходить к хирургу, чтобы он тебя девственником что ли сделал? Начать с себя — это не пытаться переделать мир под свои шаблоны, а пытаться самому измениться в лучшую сторону. И вот это лучшее, разумное, доброе, вечно уже прививать своим детям и внукам. Потому что опять хорошая фраза, которая и в песне была, и от тебя слышал. «Один раз в год в сады цветут». И вот в это время, чтобы когда наши дети подросли, они уже соответствовали законам Рита, а в других семьях были как раз соответствующие им половинки. Я тебя понял. Здесь получается другая ситуация. Начать с себя, не с точки зрения, чтобы себя девственником сделать, а то многие, наверное, так и услышали, как я, а с точки зрения того, чтобы нашим детям, нашим внукам, кстати, с детьми тоже уже провал, уже проиграли, а нашим внукам, ну я имею в виду старшей поколении, а нашим внукам давать правильную информацию, давать правильное представление о жизни. Вот в этом случае тогда что-то можно будет на места свои восстановить, что-то можно будет поправить. А вот так вот, чтобы начинать себя с физического тела, уже невозможно. Упустили. Ты правильно сказал, один раз в год сады цветут. Мало того, очень часто встречаю мужчин, которые берутся за голову, говорят, «Эх, вот если бы мне вот эти знания, которых здесь на Народно-славянском радио говорят, на которых говорят в других местах наше наследие, я тогда бы вот лет 20-30 понимал, представлял, ну разве я бы себе такое позволил? Сколько я этих действенниц уже перепортил?» Один мужчина говорит, «У меня было две действенницы, другого три, еще у кого-то чего-то». Я говорю, «А сейчас где они?» Вот эти действенницы, которых ты там вскрыл, что дальше-то? Где они? Да, как-то так, это не думал об этом, шло и шло. Вот такая ситуация. То есть сначала мы испортили все, что можно было испортить, а потом говорим, «А где же их там найти?» Ну и стоит вопрос. Если человек уже по возрасту должен иметь внуков, а он думает о действеннице, то в этом случае вопрос, «А у тебя с головой-то все нормально, товарищ?» Ну как у тебя с головой-то? Ты что, будешь маленьких девочек брать, их портить, что ли? Исходя из того, что ты уже будешь престарелый, когда они в самый-самый раш войдут, когда, как говорят, в саму соку будут, что ты сможешь сделать-то? Вот такая вот беда, к сожалению. Так что разговор, где найти действенницы, да действенницы полно, есть где найти. Вопрос, ты-то что их ищешь для кого? Для себя? Для своих внуков, правнуков? Для кого ты ищешь от этих действенниц? Так что все правильно. Хочешь изменить мир, начни с себя. Но понимаешь, что ты уже что-то упустил. И не думай о том, что уже упущено. А думай о том, что делать дальше и как помочь другим. Вот, наверное, вот так должна стоять тема нашей сегодняшней встречи. И к этому надо подводить. Иначе будет очень большая беда. Очень нестыковка серьезная. Хотя беда-то уже идет, да, исходя из того, что люди представляют, как живут. Но я имею в виду, беда уже будет конкретно для каждого рода. Потому что сейчас еще какая-то возможность исправить ситуацию есть. Через донесение информации, через развитие, например, средств массовой информации, своих родных, через которых эта информация будет доноситься. Через создание своих каких-то объединений, которые будут позволять людям не выживать, а жить в достатке. Через выращивание необходимой продукции, создание необходимых производств, реализацию, создание трудовых мест и создание, в конечном итоге, местного самоправления уже правильного. Ну и так далее и подобное, о чем мы постоянно говорим. Но думать, как 50-летнему мужику или 60-летнему мужику найти девственницу, а какой-нибудь чуть ли не бабушке думать о том, как себе молодого мальчика найти, ну это, на мой взгляд, уже извращение. Ну, на этом очередную, не очень приятную, но нужную, я считаю, что и важную тему пора нам заканчивать. Насим Алексея, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю Богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь такие темы, где-то шутливые, где-то печальные, но жизнь такая, где-то посмеялись, где-то поплакали. В очередной раз напоминаю, друзья мои, что если вы пытаетесь изменить мир, то надо понимать, мир меняется в первую очередь в головах людей. Поэтому первично всегда цель и идеологическая основа, то есть мировоззрение, миропонимание, мировосприятие. Если вы сами будете ста людям доносить эту информацию, то вам придется потратить всю свою жизнь, при этом не спать ни дня, не есть ничего, нигде не работать, а только этим заниматься, потому что это очень долгий процесс. И каждому надо в головы вложить это все не за один день, а бывает, мировоззрение меняется, скажем так, за три года, за пять лет. Представляете, например, на сто человек вам нужно в течение, например, с каждым поработать в течение как минимум одного года. Вот сто лет вы должны на это потратить. Когда вы будете спать, когда вы будете семью свою создавать, детей растите, внуков и так далее. Большой вопрос. А если мы используем принципы «нет пророка в своем Отечестве», то есть вы для них не пророк, это означает, что они будут смотреть на каких-то либо авторитетов, либо на какие-то структуры, которые только в одну сторону подают информацию, ну, например, средства массовой информации, то тогда вы будете понимать, что средства массовой информации, это по сравнению с вашими действиями, это атомная бомба. Вы стреляете с пистолетика, а атомная бомба накрывает целиком города и целиком страны. Может, накрытись, там, какую-то супер-мега сделать, да? То вы тогда, поняв это, будете поддерживать то средство массовой информации, которое способно доносить правильные знания, правильные основы бытия, чтобы ваши дети, чтобы ваши внуки и правнуки это все улавливали. И в этом случае тогда ваша поддержка будет к месту, и вы сможете донести до большего количества людей посредством, ну, нужную информацию посредством того самого СМИ, которое поддерживаете. Теперь встал вопрос, что вы поддерживаете? Какие средства массовой информации? Каких блогеров? Какие команды? Смотрите ли вы телевизор, который живет за счет рекламы? Смотрите ли вы каких-то блогеров, которые показывают голые задницы там и кричат о том, что все пропало? Либо все-таки вы изучаете что-либо и, внимательно изучив, начинаете делать? Вот встал вопрос, в первую очередь, о том, насколько здравомыслие присутствует в вашей жизни, насколько оно поселилось в вашей голове, насколько царь в голове включен. И исходя из этого уже будут и последствия. И для вас, и для ваших детей, для ваших внуков и правнуков, и для всего мира. На всем я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальном студии находился я, Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрыми. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт славрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Продолжение следует...